здравствуйте дорогие друзья у нас с вами конец лета и мы знаем что август и сентябрь это лучшее время для посадки для пересадки растений для отделения и в это время очень хорошо они приживаются благодаря тому что и почва у нас с вами влажная много дождей уже идет и воздух влажные и солнышко уже не такое агрессивное и этот процесс укоренений проходит очень хорошо но чтобы он еще быстрее и лучше проходил существуют различные препараты в продаже сейчас много можно чего найти я хочу вас познакомить вот с таким препаратиком это биоспектр откуда такое название во первых потому что биологический а во вторых он оказывает целый спектр положительных действий на растения это и роста стимулирующие действия и корни образования происходит более активно и этот препарат является еще индуктором цветения то есть вот посмотрите да когда начинаешь поливать комнатные цветы вот этим препаратом у него завязываются больше бутонов лучше они цветут и так далее здесь главным действующим веществом является экстракт вечно зеленого растения юки шидигера это уникальное по своим действиям растения используется очень широко и в косметологии но вот и в растении водстве нашли ему применение и действительно это растение оказывает вот такое благоприятное воздействие на растительные организмы посмотрите мы сегодня с вами будем сажать вот такую рассаду это земляника она бывает сейчас в горшочках питомники и и продают и вот посмотрите я свою рассаду и подготовила на своей грядочке взяла усы отмечала специально кустики которые у меня более плодовитые вот такую рассаду мы будем с вами сажать обратите внимание у меня это рассада вот уже в водичке стоит замочные но это естественно не простая вода а уже раствор вот этого биопрепарата здесь инструкция дано очень просто ей пользоваться вы не ошибетесь тут даже картиночки есть как все растворять и вот для того чтобы замачивать корни рассады или поливать в лунку при посадке да то есть понятно здесь мы можем замочить а вот это растение мы будем поливать в лунку здесь нужно всего 20 миллилитров на 10 литров воды 20 миллилитров это половина всего вот этого колпачка у меня личка 5 литровая поэтому я еще меньше добавлю вот запах кваса здесь это говорит о том что здесь присутствуют полезные бактерии и они еще оказывают фунгицидное действие на наше растение то есть защищают их от возможных болезней которые могут прицепиться и на корни рассады при пересадке они же все равно микро повреждения получают да вот и на сами растения на листики на черешки листиков могут прицепиться то есть вот мы здесь эти растения еще и защищаем от инфекций размешаем наш препарат разводится очень легко потому что не порошок ничего все уже можно пользоваться вот растенец и мы с вами вынимаем из горшочка смотрите чудесные корни все хорошо вот стоимости такой рассада конечно побольше чем если бы вы с открытой корневой системой покупали да но зато приживаемость ну просто стопроцентная я заранее подготовила здесь грядку лунки вот уже выкопала до сюда на грядочку я вносила плодородную почву компост немножечко удобрений залу в основном вот и сейчас мне осталось только посадить вот посмотрите внимательно я не заглубляю к корневую шейку сердечко ни в коем случае мы вот так вот луночку сейчас сформировали вот и будем поливать в лейке у нас этот раз раствор биоспектра вот таким вот образом земляной ком у нас сейчас должен хорошо там пропитаться все достаточно и вот это корни образованию у этого нашего саженца будет очень хорошо проходить с этим биоспектром знаете как приходилось вот мне сажать растения а у нас тут стройка идет розы мы посадили и так получилось что строители у нас протоптали мимо нашего розария но так близко эту дорожку что вот одну розочку пришлось пересадить буквально через неделю я это сделала все корешочки уже прям щеткой вот проросли из этого земляного кома проросли в окружающую почву ну просто здорово да вот когда видишь такой эффект нечаянный такой эксперимент у меня получился то есть все здесь хорошо и замечательно напоминаю что препарат биоспектр биологический то есть если вы его используете для выращивания овощных растений пользоваться и можно знаете от замачивания семян и выращивание рассады до буквально вот съема плодов то есть когда вы опрыскиваете свои растения вы стимулируете тем самым и на цветение и на завязывание плодов тут действительно целый спектр положительных влияний так вот вы получаете экологически чистые овощи потому что действительно препарата на натуральной абсолютно основе и вот если вы почитаете еще в интернете об этом растении юка шидигера то действительно удивитесь насколько широкий диапазон воздействие этого препарата и вот для растений тоже он с успехом применяется также я буду сажать вот такую гортензию это у меня гортензии крупнолистная с такими вот цветными соцветиями надеюсь я что она у меня будет голубая потому что я ее покупал как голубую постараюсь перекрасить вот также буду сажать малину вот она у меня здесь таком контейнере и все буду поливать вот с таким растворчиком мне нужно что сейчас чтобы растений у меня замечательно прижились зиму нам обещает достаточно холодную и вот один из признаков это огромное количество рябины да вот говорят что когда много рябины то будет зима холодной и вот когда корни хорошо у растений развиваются у вновь посаженных растений то они и зимуют хорошо так что вот этот препарат но нам будет оказывать и такое действие еще и на будущее а дальше вот с весны опять же у вас растение выходит из зимы тоже что ему быстрее и быстрее нужно и роста стимулирующие действия оказать и чтобы у него новенькие корешочки опять образовывались когда будет уже вот у этой землянички новые цветения тоже можно подкармливать кстати сказать вот смотрите вот земляник ремонтантные у меня да вот обязательно меня спросят надо обрывать вот эти вот ягодки но то есть завязи вот они уже цветочки до или не надо вот у этих растений вот то что у вас в горшочках можно не обрывать корневая система очень хорошая и можно дать растению хотя бы несколько вот ягодок там две-три ягодки завязать да вот у таких растений понятно что нужно будет оборвать вот этот цветочек вот он у меня ус получился от ремонтантной земляники и он уже с цветами здесь я естественно оборву так вот для того чтобы поддержать это растение такой молоденькой чтобы она у меня завязала плоды я тоже буду скажем недельки через две через три вот поливать этим растением плодоносит это земляник буквально до октября поэтому это такое и удобрительное еще действие тоже будет оказывать этому растению вот такой замечательный препарат надеюсь что он вам тоже понравится зимой комнатные растения буду им опрыскивать пользуйтесь тоже и присылайте нам свои отзывы